с вами канал дедовский метод всем отличного здоровья и прекраснейшего настроения да это моя мастерская это так не дошедшая к рукам новая газонокосилка которую собирался красить нету времени сейчас заскочил на дачу обещал даже михаилу снять что я вожу четверки пока снимать не буду хочу проэкспериментировать насмотрелся я роликов что из-за металлокопа канал называется деревенский парень все там увлечены сдачей металлолома я принципиально не сдаю металлолом вот смотрите здесь у меня есть вот алюминий такой алюминий вот так вот наверное видно да все такие обрезки тяжеленькая вещь такая да здесь и латунь у меня есть и такой алюминий есть я это просто берегу на всякий случай для каких-то подделок да потому что всегда что-то делаешь порылся здесь себя в закромах вот такой алюминий вроде бы можно сдать его но я этого повторяюсь не делаю и поэтому снимаю этот ролик потому что захотел я немножко проэкспериментировать порылся здесь своих закромах как бы все мне жалко выбросить какие-то деловые все вещи что-то можно сделать это все автомобильные тут подшипники всевозможные бэушные которые можно использовать здесь у меня был ящичек с тормозными цилиндрами бэушными я два вот недавно менял как-то я пытался их там перебирать что-то делать все это понял глупости которым нужно заниматься которыми и решил я их покурочить и попробовать отвести металлоприемку жена говорит да не связывался ты с этим это тебе нужно ты знаешь вот все таки интересно мне что же это получится и почему именно цилиндры да потому что вот ну уже точно они мне не понадобятся а здесь вот эти корпуса это алюминий только нужно сами цилиндры вытащить потому что это просто чисто ради эксперимента что то есть меня ушлан тормозной ищут это когда-то да действительно это я уже шланг менял было не в этом дело в том что я сейчас хочу их разобрать здесь у меня раз два три четыре пять вот таких корпусов сейчас я их буду освобождать от лишнего черного металла и просто посмотреть сколько же это можно выручить на это деньги да ребята которые вам перечисла не занимаются этим впритык полностью капитально всегда даже выживают на этом то есть это вроде бы как бы хороший заработок но я понимаю что это не навсегда если строить какой-то бизнес то есть нужно его делать как-то на много шагов вперед ну а там вы видно как бы вот просто из-за того что деревенскому парню просто помогает выживать и он не работает нигде занимается своим хозяйством сейчас кстати дом перестраивает как бы ремонтирует дом да я так смотрю этот ролик всего и жду с нетерпением продолжения нравится его упорство сам берет все делает соображает на ходу учиться молодец и вот на их примере думаю давай ка я попробую взять эту крышечку дюрал или алюминий даже не знаю ну цветной какой-то металл на на весь ерунда короче сейчас будем разбирать и пытаться понять что же это такое так коробки вытащил цилиндры это все особо ждали мусор тряпочку оставить так у нас имеется такие цилиндры уже разобраны то что пытался и только открутить нужно эту ключик ключик на 8 что цирок такой убрал и вот пожалуйста просто один корпус ни о чем ни о чем вес освободим от штуцеров ну как видим это дело грязное и клопотное да нужно теперь тару при готовить штуцер мы выбросим сюда такие штуки в принципе до коробочки это мусор что у меня вот эти цилиндры я же их вытаскивал ладно пойдем вооружать тиски вот эти четыре цилиндрика сейчас нужно варварским способом потому что здесь уже понятное дело что это идет на сдачу значит нужно сбивать и все на этом начнем с простых наверное так оно вот так теперь вот этот так просто он идет вот и все ну что сказать зеркало вроде бы и хорошее но все вот это ремонтировать это неблагодарное дело очень и очень неблагодарное дело вот я и решил проэкспериментировать таким образом типа сдать просто когда снимал их аккуратненько там насосом воздухом не зажимал в тисках а сейчас это все кстати такие же и поставил себе снова два но это накопилось задолгое эксплуатацию задолгое вот так и все все снимается ой и еще один штука то есть я здесь ух ты и все трачу минимум времени правда только руки испачкал сильно ну не без этого так получилось вот такие там еще даже жидкость есть и резинка есть ее нужно просто выковырять вот эти манжетики пытал когда-то пытался реставрировать все это ерунда как я понял легче их купить и вот это вот пока вот таких пять деталей да вот это есть вес с этим что-то можно придумать сделать когда-то на досуге можно этим заниматься 연습ер Нашел я еще на даче две старые помпы Но у меня есть и в городском гараже, а корпус-то у них алюминиевый, но вот затраты, допустим, да, газовый баллон, грел, и съемником снимаю железную все. Так, постукиваю на тяг, чтобы как бы постучал, да, идет легче, но уже в принципе под финишем, так что. Опа, все. Вот я эту штуку и снял. Съемник горячий, потому что я сначала съемник, а потом начал греть. Такая добыча, вот такая добыча алюминия, горячая. Так, я говорю, стоп, оно в тисках бить нельзя. Так, оно проваливается, корпус подшипника прямо туда вниз. Так, можно сейчас разобраться. Ладно, пускай остынет. Да, это вот там помпа одна, это вторая, забыл вам показать, что вот такие помпы у меня старые валяются, хватит им валяться. Да, можно в принципе здесь крыльчатку греть, чугун и выбивать, просто зажав тиски выбивать. Ну, попробуем. С этим я никогда еще не занимался. Так, вот, думал перед этим, как шпильку выкрутить, да, гайки приготовил, а когда вот нагрелась, и шпилька руками идет. Все я освобождаю, как бы, от черного металла, да, вот и шпилька открутилась. Теперь выбивал, вон там идет оно все, там герметик, так что сейчас буду дальше продолжать. Но луплю не в тисках, тиски я берегу. Вот таким способом, даже на верстаке и именно на ножке. И не очень тяжелым молотком. Вот вам и корпус алюминия вышел. Это, я повторюсь, такое я еще ни разу не делал. Тут два, нет, один, два подшипника стоит. А вот теперь их спрессовать с этого вала, да, как можно. Вот эта вещь куда-то еще пригодится для каких-то штучек, все отлично. Так, кортик сюда. Теперь у нас еще вот это есть. И, как я понял, проще все-таки делать так, как я делал. Крыльчатку не выбивать. Потому что вот эта штука должна только выбиваться сюда. Это какой-то здесь сальник стоит. Ну, да, ну ладно, пойдем дальше добывать алюминий на участке. Так, съемничек. Я вот этим болтиком еще ни разу не пользовался. Вот это сейчас только острие у него сбил. Я когда снимал звездочку с коленвала, я ставил другой был совсем. Мягче который. Так. Ну и сейчас вот устанавливаю сначала съемник. Потому что потом горячее все это дело будет. Поехали. Ну все, вот так, я думаю, и хватит. Зато. Да. Ну да. Выдор. Удор. Я уже завел. Удор. Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь вообще тоненькая штучка эта... Так, горячо всё... Ага... Так... Теперь постучать... Шматок нужно... О, пошло... Раз трещит, значит идёт... Вот так... Она прессована... Ну здесь тело просто меньше... Тоньше она... Ну вот и всё... Так... Вал... Не такой... Крепкий... Как здесь... Да... Ну добро... Ладно... Пускай подостынет... Так... Значит... Выбил... И этот валик... Два таких... Валика с подшипниками... Видите... Всё оно... Немножко разное... Ну... Принцип один и тот же... Правда... Красный герметик... Синий герметик... Лучше... Хуже... Не знаю... Так... Что здесь получается... Вот... Такая картина... Ну это... Не намного... Тяжелее... Всё... Вот так я получил... Свой... Алюминий... Это... Не знаю... Мотор... Потом разберём... Вот это... Проэкспериментируем... Заработаем кучу бабла... И как говорил Краморов... В джентльменах удачи... Куплю костюм с отливом... Что-то ещё... И в Ялту на курорт... Так вот и мы сейчас... Так как сдадим... Да как... Поедем... По курортам... Так что... Всё... На этом... Взвесить я не могу... Нечем... Не приспособлен к этому... Ну в городе там есть маленькие... Весы... То есть... Можно как... Вот эту штуку отдельно свесить... Эту отдельно... Всё это... Перемножить... И будем знать результат... Чтобы там... Потому что... Вес... Ну... Вообще маленький... Килограмм... Наверное... Будет... Может больше... Не знаю... Ну короче... Всё на этом... Такие задействовал инструменты... Да... Ещё... Что я с этого... Так сказать... Поимел классного... Вот таких... Два валика... С подшипником... Один и второй... Что с ними делать... Не знаю... Но пускай... Пока... Будут... У меня... Так сказать... Для каких-то... Подделочек... Всё... Спасибо за внимание... Комментируйте... И... До новых встреч...